Большинство проблем с почками, которые встречались у меня в практике, связано с тем, что она опущена, и из-за этого передавлен сосудистый пучок, сосудистая ножка, которая кровоснабжает этот орган. В результате развиваются воспалительные изменения, но воспалительные не потому, что есть какой-то источник, а просто потому, что на фоне недостаточности кровоснабжения будут обменные нарушения, и воспалительная реакция – это стандартный ответ организма на практически любые проблемы. Вслед за этим воспалением уже будут нарушения работы самой почки, то есть соли в моче, слизь, белок, если появится, повышенное количество эпителия, вплоть до почечной недостаточности при очень запущенной ситуации. В норме почки расположены под 12-м ребром, как бы лежат на поясничной мышце. Система крепления очень подвижна, связана с тем, что расположены они на переходе грудной клетки в поясницу, то есть грудной прогиб назад переходит в поясничный прогиб вперед. Это место позвоночника требует очень большой подвижности при больших нагрузках. С этим связано то, что почки не фиксированы связками, как большинство органов, а держатся, первое, за счет внутрибрюшного давления, создаваемое мышцами прямой, косыми живота. Это давление как бы вдавливает почку назад. Плюс у нее есть ложа, образованная как раз ребром и в основном квадратной мышцей поясницы. Плюс она окружена жировой капсулой и между двумя листками брюшины. Из всех этих факторов самое главное – это внутрибрюшное давление. Если оно потеряно, а мышцы пресса не могут напрягаться даже в полсилы, если есть проблемы с позвоночником, если оно потеряно, то почка будет опускаться. Нормальное расположение ее сосудистой ножки горизонтальное, то есть вертикально расположена аурта и полая вена, и от них почти что горизонтальные ветви отходят к почкам, каждая на своем уровне. В случае, когда почка поедет вниз, сосудистая ножка передавливается, в особо жестких случаях может даже перекрутиться. Сначала будет поддавливаться вена, потом, если дело дойдет до нефрактозы третьей степени и выше, то будет сдавливаться уже и артерия. О том, что это связано именно с позвоночником, свидетельствуют многие рентгеновские снимки. Сколько бы мы не смотрели рентгена, где сделана, допустим, урография, то есть это когда контраст вводится в кровь, потом он фильтруется почками, и на рентгене видна чашечная лоханка и сам мочеточник вниз. Везде либо перекос таза, либо перекос позвоночника, либо все вместе. Слева модель для сравнения, примерно на этом уровне расположены почки, плюс-минус 2 см. Справа идут рентгеновские снимки. Видно, человеку предложили попрыгать или еще сделать какое-то провоцирующее действие. Она практически упала. На следующем снимке, очевидно, потом проведена проба, заметьте, перекос позвоночника усилился, то есть меняется тонус мышц, и почка опять падает вниз. В зависимости от того, как сфотографирован рентгеновский снимок, мы видим, что либо позвоночник отклоняется от своей вертикали, причем достаточно сильно, либо, если вам кажется, что позвоночник прямой, то плоскость таза нарушена. Итак, установлена четкая связь. Смещение позвонка, перекос позвоночника, дальше потеря симметричности тонуса мышц поясницы, частичное выключение мышц пресса, то есть если о нем не думать, он не будет работать, и об этом говорят все, кто приходит на прием. И дальше потеря внутрибрюшного давления, минус-фактор поддержки почки, перекос мышц поясницы, еще минус-фактор поддержки почки. И если еще человеку, не дай бог, случилось похудеть, или он изначально был достаточно субтильного телосложения, то и жировая капсула, уменьшившись, перестает почку держать. В результате та, лишаясь факторов поддержки, ну, фактически падает. Первое, что мы должны сделать для лечения, это выровнять позвоночник. Ставить позвонки на места, это мануальная терапия, любой качественный специалист эту работу выполнит. Дальше нужно вытягивать позвоночник, чтобы сравнять тонус мышц слева и справа, то есть мышц поясницы, косых мышц живота, прямых мышц живота, в общем, всех мышц корпуса. Дальше нам нужно включить диафрагму, потому что без активированной диафрагмы давление в брюшной полости до нормальных значений нам не поднять. По диафрагмальному дыханию есть тренинги, но в принципе достаточно, если вы будете дышать грудью, втягивать живот и при этом находиться на вытяжении позвоночника. В диафрагме нет выхода, она обязательно включится. И последнее, нужно включить мышцы корпуса, то есть в первую очередь это косые живота, прямые живота, мощеполовую диафрагму, но нужно быть осторожным, потому что не допустим перекос позвоночника в ходе активации мышц. Старые привычки будут вас перекашивать, хотите вы этого или нет. Поэтому для тренировок лучшее упражнение на турнике. Одновременно включаются все мышцы, происходит активация. Кто-то может сказать, что у меня, мол, нет нефрактоза, мне никто никогда такого не говорил, а проблемы с почками есть. Ну, например, нефрит или просто плохой анализ мочи. Когда мне узист в областной больнице предложил попрыгать, я, конечно, удивился. Обычно ходил, почки были на местах, минуту попрыгал, и нефрактоз второй степени, что сразу объяснило все мои обменные нарушения. Я сейчас не знаю, было ли это его личным опытом, или это, возможно, его где-то учили. На потоке в поликлинике такого точно не делают. То есть достоверным будет обследование только после провокации. И если все факты складываются с тем, что я говорю, то я бы, конечно, лечил сразу и ни в коем случае не затягивал. Чем раньше вылечили, тем лучше работают почки, тем дольше и счастливее жизнь.